Итак, наша лекция сегодняшняя называется «Психосексуальное развитие и формирование характера ребенка». И речь у нас пойдет в основном о феномене инфантильной, то есть детской сексуальности. И, конечно, это само уже может вызвать некоторое недоумение, поскольку существует достаточно укорененная традиция в культуре. Традиция, заключающаяся в том, что ребенка не воспринимают как сексуальное существо. Действительно, ребенок на протяжении длительного времени существования культуры считался существом асексуальным. И фактически сексуальность ребенка, или инфантильная сексуальность, была открыта только 100 лет назад, чуть больше 100 лет назад. И открытие это связано с известным вам человеком, которого звали Зигмунд Фройд. Но поскольку традиция состоит в произнесении этого имени, в этой фамилии иначе, в русском языке это произносится Фрейд, то я буду именно так и говорить. Хотя на самом деле это был Фройд, конечно. Зигмунд Фройд. Как он к этому пришел, и о чем мы сегодня будем говорить? Дело в том, что Фрейд был человеком, который фактически преодолел вот это самое табу, которое существовало на протяжении длительного времени. Табу на обсуждение сексуальности в принципе в научных кругах. И более того, табу на обсуждение и вообще признание детской сексуальности. Вот Фрейд это табу преодолел. И в этом состоит его огромная заслуга перед культурой. И хотя уже прошло сто лет с тех пор, и хотя вроде бы Фрейд стал одним из наиболее читаемых авторов за весь XX век, наиболее цитируемых авторов, тем не менее, вот в непсихологической аудитории, среди непсихологов и среди людей, которые далеки от психологии, все-таки до сих пор остается стойкой та традиция, о которой я сказал вначале, а именно исключение детской сексуальности. Вот мы именно о детской сексуальности и будем говорить. Так вот, что привело Фрейда к этому открытию? Дело в том, что он был практикующим врачом, он занимался лечением неврозов. И он обнаружил в начале своей научной деятельности и практической деятельности в качестве врача, он обнаружил одну любопытную вещь, что у пациентов, с которыми он имеет дело, которых он лечит, от различных неврозов, будь то истерия, или невроз навязчивых состояний, или невроз страха, невроз тревоги, у пациентов имеются сексуальные проблемы, о которых они не очень хотят говорить, но они есть эти проблемы. И если их попытаться вскрыть, то оказывается, что дальше можно найти путь к психологической коррекции самого невроза. Вот. И такой пример, достаточно простой пример я приведу. И это даже удивительно сейчас, что до Фрейда практически никто серьезно об этом не говорил. Фрейд, например, связал невроз тревоги с какими-то расстройствами в сексуальной жизни, в частности с тем, что, допустим, супружеская пара практикует то, что называется коэтус интерактус, то есть прерванный половой акт. Именно Фрейд ведь сказал и обосновал, что прерванный половой акт способствует развитию тревожности, в первую очередь у мужчины, но и не только у него. Сейчас, казалось бы, это очевидно, но это далеко не было очевидным тогда, когда на это обратил внимание Фрейд. И с этим связана его знаменитая фраза «все неврозы имеют сексуальную природу». Но одно дело открыть эту сексуальную природу невроза, и другое дело перейти к сексуальности ребенка оттуда. Здесь тоже требовался определенный период и определенная аналитическая работа. И у Фрейда получилось так. Он занимался в основном истериками, то есть лицами, которые страдают истерическим неврозом. В основном это были, конечно, женщины-истерички. Вот некоторые из них рассказывали о том, что их в детстве соблазнил отец. Действительно, истеричка может рассказывать о том, что в детстве она подвергалась соблазнению со стороны отца. И первоначально возникла у Фрейда ошибочная, как он потом сам признал, ошибочная идея, согласно которой неврозы коренятся не просто в сексуальности, вот в текущих проблемах, сколько в детской сексуальности. И связано это с тем, вот в чем ошибочность? Связано это с тем, что ребенок подвергался какому-то соблазнению со стороны родителей. Пусть неявному, пусть даже сами родители этого не понимали просто. Они могли за ним ухаживать каким-то образом, его подмывать и так далее, и так далее. И это каким-то образом могло оказаться травматическим опытом для ребенка. И впоследствии выражаться это могло как не было. Но эта идея, как я сказал, она была ошибочна, и она была связана с признанием соблазнения ребенка со стороны родителя. Эта идея соблазнения впоследствии Фрейдом была отвергнута. И, по всей видимости, поводом для этого послужила поездка Фрейда в Рим. Это достаточно любопытная история. Дело в том, что, насколько я помню, это произошло в 1901 году. Фрейд впервые оказался в Риме, и он столкнулся с тем, что везде, практически везде, приходилось лицезреть образ Мадонны с младенцем. И вот, ну хотя его и так везде можно лицезреть, да? Но, будучи в Риме, его вообще нельзя не замечать. Это то, что бросается в глаза, да? И, по всей видимости, именно тогда к Фрейду пришла эта, вот уже другая идея. Он был фактически как-то озадачен этим, и это было своеобразным инсайтом для него. Он обратил внимание на то, что, может быть, на самом деле Мадонна с младенцем, вот этот образ, может быть, это изображение, которое символизирует не столько некоторое отношение, хорошее или плохое, неважно, родителя по отношению к ребенку, сколько, наоборот, некоторую ненасытность или некоторое желание самого ребенка по отношению к родителю, по отношению к матери, естественно, в первую очередь. Он обратил внимание на то, как выглядит ребенок на руках у матери и то, как этот ребенок тянется к материнской груди. И он пришел к выводу, что, может быть, именно ребенок является носителем вот этой некоторой потребности, да, которая удовлетворяется матерью. И даже, скорее, сам ребенок пытается соблазнить свою мать, а не наоборот. Вот. Ну, конечно, мы должны понимать, что это не такие конкретные вещи, да, это, скорее, метафоры, да, все-таки, да, метафора соблазнения, да. Но, в любом случае, мы видим именно у ребенка некоторую вот жизненную потребность в том, чтобы присутствовала мать, которая его насыщает, насыщает. И не только насыщает, за ним ухаживает и так далее, и так далее. Вот ребенок оказался носителем некоторой энергии, которая локализована уже в нем, да. И дальше отсюда можно делать выводы о том, как формируется, как организуется и как может расстраиваться уже детская сексуальность. Сексуальность в широком смысле. Сексуальность как наличие того, что Фрейд называл энергией либидо. Либидо — это не просто сексуальность, это, скорее, ну, некая жизненная энергия, да, но которую в основном связывают с сексуальностью. Ну, вот. И, стало быть, тогда-то как раз и сформировалась у Фрейда, или начала формироваться у Фрейда вот его знаменитая концепция психосексуального развития ребенка, о которой мы сегодня и будем говорить. Вот. Сначала общие черты, или сначала некоторая общая характеристика этой концепции. В чем здесь заключается суть? Ну, во-первых, предполагается наличие у ребенка, как мы уже поняли, да, вот, некоторой потребности, да, которая должна быть удовлетворена, и возможности получать удовлетворение от каких, от выполнения, да, каких-либо функций, или от реализации каких-либо функций. Что это за функции? В первую очередь, это сосание, да, на первом году жизни, это сосание, да, это основная жизненная функция. Затем это функции выделения, такие как, вот, дефекация, да, дефекация, уринация, да, то есть это функции, которые напрямую с сексуальностью не связаны, да, которые, на самом деле, в общем-то, призваны с биологической точки зрения к чему-то другому, да, и существуют ради чего-то другого. Но, тем не менее, тем не менее, вот, сексуальная организация ребенка как раз и связана с тем, что, что признается вот эта самая энергия либидо, которая может, как бы, ну, что ли, локализоваться, да, или размещаться на определенных зонах тела ребенка или областях тела, таких как рот или анус, или впоследствии гениталии, да, вот, при том, что изначально, изначально эти области тела служат совсем для выполнения каких-то других функций. Но впоследствии, уже тогда, когда человек является взрослым, оказывается, что, в общем-то, те самые функции, такие как сосание, да, которые первоначально были связаны с употреблением пищи, да, вот эти самые функции могут тоже использоваться для получения сексуального удовлетворения, там, в виде поцелуэлей и так далее, и так далее. Вот. То есть это, вот это мы можем, как бы, ну, трактовать, как вот апелляцию к этим первоначальным механизмам, там, сосание или дефекация испражнения, да, апелляция к ним, как вот некоторое предварительное или предугодавляющее удовлетворение, да, вот. То есть даже взрослые люди используют некоторые, так называемые, догенитальные механизмы в своей уже сексуальной активности. Вот. Ну и что за фазы сексуального развития выделил и описал Фрейд? В первую очередь, это оральная фаза. Я их сначала опишу или назову просто, а потом мы уже более серьезно по ним пройдемся и уже поговорим о тех, как бы, свойствах характера, которые будут связаны с проблемами, проблемами, которые возникают на каждой из этих фаз развития. Так вот, оральная фаза от слова латинского os, oris – это рот, значит, оральная фаза, а это фаза, которая приходится примерно на период кормления грудью, да, дальше анальная фаза примерно второй и третий год жизни. Это от слова анус, да, и связано это с обретением контроля над собственными испражнениями. Вот. И затем уже так называемые генитальные фазы, ну, фаллическая фаза от слова phallus, фаза эдипового конфликта. Это мы их объединяем вместе, поскольку одно с другим слишком тесно переплетено, значит, фаллическая фаза и фаза эдипового конфликта. И это где-то примерно с трех до пяти или шести лет. Затем латентная фаза психосексуального развития ребенка. Вот. И далее уже с пубертатного возраста, как бы, вторая генитальная фаза, или уже истинная генитализация либидо связана уже с тем, что именно тогда вот гениталии, как эрогенные зоны, оказываются, ну, источником уже, или становятся, да, источником вот естественного удовлетворения. Естественного, я имею в виду, направленного на объект другой. Вот. А первоначально все-таки то, что характеризует инфантильную сексуальность, это ненаправленность на объект. То есть это аутоэротизм, так называемый. В особенности это то, что касается вот догенитальных фаз, оральной и анальной. Это их аутоэротичность. Там не объект нужен, а, ну, скажем так, энергия либидо просто связана с раздражением или пополнением определенных функций внутри самого субъекта. Да и более того, сам субъект еще не настолько дифференцирован от внешнего мира, чтобы можно было говорить о направленности либидо на объект. Вот так. Теперь дальше. Вот прежде чем более подробно об этом начать говорить, еще я введу два понятия. Понятие регрессии. Регрессия в психоанализе трактуется как возврат к некоторым более примитивным способам психического функционирования. И, например, говорят о регрессии к каким-то механизмам, свойственным, допустим, для оральной стадии или для анальной стадии. То есть мы иногда видим, что у человека проявляются, и нам немножко позже станет понятно, как это происходит, проявляются какие-то, допустим, черты характера или особенности поведения, которые мы уж точно можем назвать оральными, анальными или фаллическими. И второе понятие, понятие фиксации. Если психосексуальное развитие происходит с какими-то отклонениями, то возможны так называемые фиксации, то есть задержки либидо на определенных эрогенных зонах. Это не означает, что потом не произошла так называемая генитализация либидо. То есть это не означает, что потом гениталии не могут уже у взрослого человека использоваться ради достижения сексуального удовлетворения. Но это говорит о том, что имеются некоторые задержки, и это будет проявляться в тоже определенных свойствах характера или даже в различных отклонениях, таких как неврозы. Или, например, депрессия, какие-то психические расстройства, о которых мы тоже сегодня немножко позже поговорим. И мы их свяжем именно, поскольку мы находимся в рамках этой концепции, то мы их свяжем с определенными стадиями психосексуального развития и фиксациями на данных стадиях. Вот так. Ну и вот из этих вводных положений, последнее такое, еще одно положение, это взаимосвязь этих фаз развития. Во-первых, они не четко отделены друг от друга, а во-вторых, что принципиально важно, и вот эта идея должна сидеть у нас в голове на протяжении всей лекции, мы можем с достаточной долей уверенности предполагать, что те механизмы психического функционирования, которые формируются на каждой из обсуждаемых фаз развития, служат для, ну, некоторого упорядочивания или снятия, или переформирования того, что было достигнуто на предыдущей фазе развития. Ну, например, если для оральной стадии характерна некоторая несобранность субъекта, размытость, нечеткость границ или вообще отсутствие пока границ между внешним и внутренним миром, и эта несобранность потом, допустим, у человека с оральными фиксациями будет проявляться в том, что он, скажем, станет алкоголиком или будет растратчиком или кем-то еще, то на анальной стадии, вот как бы для того, чтобы, ну, что ли, организовать, наоборот, психическую деятельность, для того, чтобы защититься от этой несобранности, формируются механизмы уже циклического повторения каких-то процессов. Цикл как защита от этой несобранности. Вот цикличность — это то, что является самым главным для анальной стадии. Ну и пример — это невроз навязчивых состояний, когда у человека, допустим, постоянно или с определенной периодичностью возникают одни и те же навязчивые опасения. Он не может из этой цикличности вырваться. С одной стороны, это его защищает от чего-то другого, но с другой стороны, если у него есть эти фиксации, то, значит, он вот в них сидит и не может достичь чего-то еще. А фаллические механизмы или вот то, что достигается на фаллической стадии, это придание, ну, что ли, некоторого вектора психической деятельности, то есть уже защита от этой зацикленности. Вот пока, я думаю, это не очень понятно, да, но сейчас, когда мы начнем, наконец, обсуждать уже эти фазы более подробно, то это станет понятно. Мне просто хотелось бы, чтобы слушатели держали в голове эту идею. Каждая последующая стадия развития является, ну, некоторым формообразующим или организующим фактором по отношению к предыдущей стадии развития. Вот так. И теперь переходим к оральной стадии. Это первая стадия, я еще раз напоминаю, что она связана с удовлетворением через рот, да, и вообще на ее названии происходит вот слово рот. Оральная стадия связана с периодом кормления грудью, то есть это примерно первый год жизни ребенка. И что здесь важно, что здесь происходит? Вообще, каков психический мир ребенка первого года жизни? Я сказал несобранность, да, вы помните. Это означает, что младенец еще не может, в отличие от взрослого человека, противопоставлять себя внешнему миру как объект другим объектам, да, по отношению к другим объектам. То есть он существует в некотором таком размытом диффузном пространстве. Ну, есть такая метафора, вот ежик в тумане, да, но ежик сам себя все-таки видел в тумане, да, и появляются какие-то парциальные нечеткие объекты. А здесь даже и сам себя не видишь, да, и эти нечеткие объекты появляются, размытые, не структурированные. Мир ребенка первого года жизни еще недостаточно структурирован. И первый объект, первый объект, с которым он сталкивается, и, по сути дела, единственный и как бы самый главный для него объект, это, естественно, мать, а даже более точно материнская грудь. И, но это еще не столько объект, сколько нечто неотделенное от самого ребенка. То есть это очень, это может быть сложно представить, но это нечто пока еще изначально не противопоставляемое вот себе, по отношению к самому себе, вот так как я могу по отношению к самому себе представить вот этот стол, да, противопоставить этот стол. Вот там все немножко иначе. Значит, основная характеристика оральной фазы – это зависимость от кормящего объекта и удовлетворение через рот. Но на самом деле к оральной зоне, вот этой оральной эрогенной зоне, как говорят психоаналитики, относится не только рот, но шире, к ней относится все то, что используется для установления каких-то первичных контактов с миром. В первую очередь это рот, но это и глаза. И смотрите, есть ведь такое выражение – пожирать глазами, да? И вообще глазами можно сделать очень много, да, с другим человеком. Вот, пожирать глазами. Дальше. Значит, это вообще органы восприятия. Это кожа. Это кожа. И не случайно у людей с оральными фиксациями или с оральным характером могут развиваться психосоматические дерматозы. Дальше. Это вообще не просто рот, а верхнее отдело пищеварительного тракта, ну, где-то до желудка, да, так вот считают психоаналитики. И, кроме того, это тоже дыхательная система. И опять-таки, поскольку вдохнуть, инкорпорировать, первоначально это не очень отделено от поглотить или там всосать, съесть и так далее, не очень отделено. И, опять-таки, с этим может быть связано, может быть, во всяком случае, такая идея в психоанализе есть, может быть связано то, что вот лица с оральными фиксациями склонны к заболеванию бронхиальной астмой. Вот так. Основной страх, страх, который характеризует оральному фазу развития, это страх поглощения, а также страх перестать быть любимым или страх вот утраты любви, что связано с, может быть, с чем? С потерей кормящего объекта. И отсюда зависимость от кормящего объекта. Зависимость, которая в случае формирования фиксации на данной фазе может проявляться в том, что в дальнейшем человек оказывается зависимым, уже будучи взрослым, оказывается зависимым от других людей или вообще от каких-либо других обстоятельств. таких, как, ну, компании какие-то, да, или социальные организации, или зависимым он может оказаться от наркотиков или от алкоголя. Вот действительно такие люди впадают в зависимость. Впадают в зависимость от чего-либо, и им сложно от этой зависимости избавиться. В зависимость мы можем достаточно просто и легко связать с оральными фиксациями. Ну, дальше. Вот я теперь уже перехожу к таким... Ну, я перехожу к такому уже общему объяснению самих оральных фиксаций и орального характера. Вот я кратенько обрисовал то, что происходит на оральной стадии, то, что самое важное, да, для ребенка. Вот кормление и удовлетворение через рот. А теперь подумаем, как же это может проявляться у взрослого человека. Ну, правда, о зависимости я уже сказал, но на самом деле здесь есть еще много чудесных и интересных вещей. Несобранность. Несобранность, которая свойственна для младенца. Она же может проявляться у взрослого человека. Несобранность почему? Потому что еще не сформированы механизмы контроля. Их там просто нет. Младенец — это тот, кто еще не контролирует свои функции. У него все это происходит достаточно автоматически. Так вот, это несобранность. И представим себе, ну, допустим, женщину, которая роется в своей сумочке и никогда не знает, что там лежит. И с удивлением находит там какие-то интересные вещи для себя, которые она давно не могла найти. Вот. Или человек, которого нужно обязательно будить по утрам. Вот он непременно проспит важную встречу. Причем он знает, что она важная, допустим. Он знает, что он ни в коем случае не должен проспать. Он ставит будильник. Но хоть из пушек полил, он все равно проспит. Если вы его не разбудите. Вот есть такие люди, которых надо будить. Есть такие люди, о которых нужно заботиться. Хотя они взрослые. О них нужно заботиться, потому что они сами все равно что-то забудут. Все равно проспят. Все равно проиграют кучу денег. Вот тоже типичная оральная фиксация. Это вот такое своеобразное отношение к деньгам. Расстратчики. Сколько бы ни было у человека денег, он даже не будет знать, сколько их у него было, и все равно их очень быстро потратит. Как только они у него появляются, он их тут же тратит, и даже не знает на что. Тратит впустую как бы. Что еще? Лица с так называемым циклоидным темпераментом. И вообще люди, склонные к депрессиям. Циклоидный темперамент — это тенденция к неким аффективным колебаниям. То есть колебаниям между периодами восторженности и периодами подавленности. И если восторженность мы не воспринимаем как некоторую патологию, то уж подавленность все-таки заставляет на себя обратить внимание, и поэтому в основном мы говорим о депрессиях. Откуда берется депрессия? Как раз-таки, согласно психоанализу, она опять-таки связана с оральными фиксациями. Почему? Потому что депрессия — это потеря объекта. Это всегда потеря объекта. Это всегда невозможность получить удовлетворение от некоторого объекта. Пусть это реальный объект, и тогда мы говорим, я потерял кого-то или что-то, и мне от этого плохо. Это одна ситуация. Но пусть это также и некий идеальный объект. Это может быть даже объект, о котором я не догадываюсь. Это может быть некий внутренний объект, который является значимым для меня, но я не осознаю, что это. То есть это нечто, сформированное внутри моего бессознательного и сформированное еще в моем детстве. И тогда утрата такого объекта характеризуется или проявляется именно в виде того, что психиатры называют тяжелой депрессией или эндогенной депрессией, когда непонятно вообще, от чего человек страдает, потому что в жизни вроде бы все хорошо. Но тем не менее объект некоторый утрачен. Согласно психоанализу есть у Фрейда об этом специальная работа, и не только у него. В частности, его работа, которая называется «Печаль и меланхолия», там об этом очень хорошо говорится. И вот это тоже пример некоторого опустошения или некоторого потери какого-то жизнеобразующего фактора или объекта. То есть это реализация того страха, который свойственен именно для оральной фазы. То есть страх потерять любящий объект или тот объект, от которого исходит нечто хорошее по отношению к тебе. Ну, теперь, наверное, пойдем дальше. И следующая фаза — это анальная фаза. Анальная фаза приходится примерно на второй-третьей год жизни, и связана она с тем, что, как считается в психоанализе, эрогенной зоной уже становится область ануса, то есть как бы вот либидо перемещается в ту область. И что здесь происходит, что здесь важно? Самая главная характеристика — это обретение контроля. Обретение контроля над чем? Над чем человек впервые вообще обретает контроль? Он обретает контроль над своими собственными испражнениями. Это первое и главное. И тогда, когда мы, опять-таки я забегаю вперед, тогда, когда мы видим человека такого сдержанного, вот качество настоящего мужчины, я люблю так говорить студентам, вот представьте себе, так и настоящий, вот Штирлиц, да, такое сдержание. А что он контролирует, вы подумайте? Он контролирует на самом деле, по сути дела, то же самое, что контролирует ребенок второго или третьего года жизни, потому что контроль обретается именно тогда. Значит, контроль над испражнением. Вот. Ну и, как я уже сказал, основной процесс — это, или основная характеристика — это, ну, некоторая цикличность. Дело в том, что, если мы посмотрим на лиц с такими уже анальными фиксациями, да, или есть такой термин анальный характер, то что мы увидим? Мы увидим то, что человек функционирует как сфинктер прямой кишки. Смотрите, я сразу предупреждаю, что, конечно, это метафоры. Конечно, мы не должны вот буквально так к этому относиться, да, но тем не менее эти метафоры нам очень многое позволяют как-то осмыслить и представить. Вот человек функционирует как сфинктер прямой кишки. А как функционирует сфинктер прямой кишки? Ну, достаточно просто это представить. В психоанализе это называется механизмами удерживания и отпускания. То есть удерживания и отпускания. При том, что это процессы, которые подвержены определенному распорядку или они протекают в соответствии с определенными правилами, да, или с определенным циклом. Это циклический процесс. Это циклический процесс. И это означает, что для человека с анальными фиксациями основная проблема, если мы ко взрослому переходим, основная проблема это проблема контроля над чем угодно. Над своими испражнениями изначально, да, но на самом деле над самыми разными ситуациями. Потому что если нечто выбивается из, выходит из-под контроля, если нечто происходит, вот чего я не ожидал, то что это такое? У младенца это детская неожиданность, да, а у взрослого человека это непредсказуемые события, которых он боится. Взрослый человек страдающий, или, ну, не то чтобы страдающий, поскольку все эти фиксации в нас ведь все равно в той или иной степени есть. У каждого, у одного больше, у другого меньше, у одного одни какие-то, у другого другие. Но мы же через все эти стадии все равно прошли, да. Но поэтому я не совсем удачно произнес вот это слово страдающего, да. Тем не менее, когда уже речь идет о патологии, да, тогда вот они серьезно проявляются, это уже будет страдание. Ну, так вот, если у человека с анальными фиксациями, значит, нечто выходит из колеи, да, то у него развивается тревога, у него нечто нарушается. Самое главное для него это не допустить того, чтобы нечто вдруг произошло, что я не проконтролировал заранее, или то, о чем я не знал заранее. И отсюда мы можем вытащить, на самом деле, как Фрейд это сделал, вытащить, по сути дела, все механизмы так называемого обсессивно-компульсивного невроза или невроза навязчивых состояний. Но это уже патология, но то, о чем я сейчас буду говорить, на самом деле, на самом деле, связана не только с патологией, да, как вы понимаете, но просто патология наиболее ярко демонстрирует нам то, что присутствует и в норме. Итак, вот представим себе человека с неврозом навязчивых состояний. Представим себе человека, который вешает себе на дверь объявление, вот на входную дверь, не забудь выключить газ. Почему он это делает? Или, допустим, он несколько раз перед тем, как выйти из дома, проверит, выключил ли он утюг. Или он будет звонить домашним и еще спрашивать, проверь, не забыл ли я там выключить воду. Почему он это делает? Потому что он, очевидно, испытывает тревогу от ожидания непредсказуемых событий. То есть самое главное это невозможность допустить нарушение распорядка. Нарушение распорядка это нарушение цикличного процесса удерживания и отпускания. Изначально. И такие люди склонны, наоборот, к избыточному упорядочиванию всего. То есть они стремятся стремятся так хорошо структурировать вокруг себя свой мир, пусть не очень большой, пусть какое-то пространство, чтобы в нем все было предсказуемо. вот они вешают себе объявление на дверь. У них вещи расположены на определенных местах. Если кто-то оказывается в их квартире и что-то случайно где-то переложит, то у них жуткая тревога. Почему? Потому что я не знаю, что потом будет, а вдруг там будет поток после этого. Дальше. Вот они боятся непредсказуемости. Самое главное, а вдруг, а не дай бог, что-то произойдет. Они просыпаются ночью в холодном поту, не дай бог, что-то случится. Это означает также, что они все многократно перепроверяют. И они кажутся, может быть, со стороны какими-то мелочными и придирчивыми и очень зацикленными. Вот смотрите, в нашем языке, в обыденном языке, даже для них есть специальное слово, хорошее, они зацикленные, действительно. Но они зацикленные потому, что они сидят в этих анальных фиксациях, в этих анальных циклах на самом деле. Значит, им свойственно, раз они пытаются все проконтролировать, им может быть свойственна бережливость, которая может перерастать в скупость. им свойственно сто раз подумать, прежде чем что-то сделать. И не дай Бог, вашим начальникам оказывается такой человек. Потому что, если вы подходите к нему с просьбой подмахнуть какую-то бумажку, то он начнет перерабатывать циклически. А зачем это надо? А что будет, если я это подпишу? А может быть лучше не подписывать? И так далее, и так далее. Вот начальникам такого человека иметь плохо, потому что он вас замучает. Потому что, помимо прочего, здесь проявляется очень характерная черта анального характера, а именно склонность к садизму и мазохизму. Это то, что формируется именно тогда. Садизм и мазохизм. С чем это связано? Ребенок научается контролировать свои испражнения. А что это такое? Это некоторый объект, который можно удержать внутри себя, а потом отпустить, то есть разрушить. И от того и от другого процесса оказывается возможно получать удовольствие. Как от задержки, так и от отпускания. И вот смотрите, люди с анальными фиксациями склонны к задержкам. к таким задержкам, которые им приносят удовлетворение. Они будут пережидать какое-то время, прежде чем подпишут вам бумагу, если вообще подпишут. Причем не обязательно они даже мучиться будут от этого, потому что анальные фиксации проявляются тоже в разных типах характера. В частности, проявляются у так называемых тревожно-умнительных личностей, но могут проявляться и у так называемых эпилептоидов, которые тоже структурируют вокруг себя мир, но не от страха, что вдруг что-то произойдет, а просто потому, что это им доставляет удовольствие. И не дай бог вам оказаться тоже тем более в подчинении у эпилептоида, потому что эпилептоид не допустит никакой активности с вашей стороны, которая не встраивается неконгруентно по отношению к данной структуре, которую он создал. Он не потерпит никаких ваших выходок, не потерпит секундного опоздания и так далее, и так далее, и так далее. И, как я уже сказал, как в случае, если человек будет сам бояться, подпишу, не подпишу, так и в случае, если он просто получает удовольствие от этого, плохо, если он ваш начальник, и значительно лучше, если он ваш подчиненный. Почему? Потому что подчиненный с анальными фиксациями выполнит все несколько раз и еще проверит, все ли я сделал, потому что он нигде не знает, он никогда не знает, где остановиться, ибо ибо он зациклен. Он будет по многу раз перепроверять свою работу, ночью проснется в страхе в холодном поту и опять будет проверять и так далее. Так что лучше иметь такого человека у себя в подчинении, нежели в начальниках. Ну, дальше. Какие еще признаки вот этих самых анальных фиксаций и анального характера? Упорство. Упорство, которое тоже связано вот с этой тенденцией к задержкам и к получению удовольствия от некоторого постепенного выполнения определенного задания или определенной работы. Этот человек может получать удовлетворение не от каких-то случайных сиюминутных дел, а от планомерной целенаправленной работы. Вот если, допустим, мы говорим о людях, которые занимаются, ну, к примеру, научной деятельностью, то такие люди пишут диссертацию, извините, определенным местом. Вот именно сидя на нем, например, они пишут свои работы, свои книги, свои диссертации, именно этим местом они все делают в жизни. последовательно, упорно, планомерно, размеренно. Планомерно и размеренно. Вот. Педантичность, аккуратность, бережливость, упрямство. вот это то, что свойственно для таких личностей, для личностей с анальными фиксациями. Причем, как я уже сказал, я это еще раз просто подчеркну, анальные фиксации могут проявляться в основном либо в виде, если это патология, в виде невроза навязчивых состояний и так называемой психостенической или тревожно-мнительной личностной конституции, там, где основное это вдруг, не дай бог, что-то случится и все нужно планомерно как-то структурировать вокруг себя, потому что, не дай бог, что-то произойдет. И другая сторона или другой возможный вариант это эпилептоиды, которые не от страха структурируют, а ради удовольствия. Вот это два таких основных проявления анальности или анальных фиксаций, которые, тем не менее, очень похожи друг на друга. Если мы уберем эту тревожность, то, на самом деле, там будет примерно одно и то же. И в случае психостейника или человека с навязчивостями, и наоборот, вот в случае эпилептоида. Вот. Ну и еще пример я приведу, тоже любопытный. Был фильм отечественный, в котором фактически были заняты только два актера. Фильм назывался «Ужин в четыре руки». И играли там казаков и стеблов. Фильм был посвящен якобы совершившейся встречи Баха и Генделя. Суть заключается в том, что когда мы, во всяком случае, вот так, как это показано в фильме, когда мы смотрим на характер Баха и на то, как это проявлялось даже в его музыке, то мы что видим? Мы видим заполненность, мы видим гармонию, мы видим цикличность, мы видим то, что как бы все учтено, нет ничего лишнего и ничего нельзя добавить. И мы можем сказать, вот мы можем сделать такой вот, взять на себя грех и сказать, что музыка Баха напоминает нам анальную зацикленность. А с Генделем несколько иначе, там ситуация другая. Это как раз такая, ну что ли, пробивная музыка, музыка более громкая, менее так явно четко организованная, что нам будет говорить уже о других, если мы переведем это на язык психоанализа, о других фиксациях, а именно о фаллических фиксациях. Я рассказывал об этом специально для того, чтобы предварить наш дальнейший разговор уже о фаллической стадии. Так вот, в чем мне интересен оказался этот фильм, есть там такая сценка, и мы можем это себе представить, если мы представляем, как играют казаков и стеблов, когда Бах, которого стеблов играет, садится за рояль, а Гендель все умаляет его, ну, сыграй же ты мне что-нибудь, сыграй, сыграй, вот Бах наконец садится играть, и мы видим, это очень хорошо казаков передал, мы видим выражение изумления, восхищения и одновременно зависти страшного. И вот это говорит нам о том, что мы можем связать, хотя, конечно, к реальным историческим личностям это никакого отношения не имеет, но мы могли бы связать, вот я глядя на этих персонажей, мы могли бы связать вот характер Генделя уже с какими-то фаллическими фиксациями, к которым я сейчас и перейду, а именно к тенденции, помните, я говорил, на смену циклам приходит векторность, к тенденции получить некоторое направление и продвигаться, а Гендель Кемпбелл он был придворным фактически музыкантом, и он заботился о своей карьере, и он делал свою музыку более громкой, чем она даст нам быть, и так далее. Это может быть проявлением как раз уже фаллических фиксаций, к которым я сейчас и перехожу. Вот в чем здесь суть? Что такое фаллические фиксации и фаллическая стадия развития? Ну, это то, что приходит на смену анальной стадии. Если анальная стадия связана с концентрацией или локализацией либидо, преимущественно на области ануса, то в дальнейшем начинается, примерно после возраста трех лет, начинается то, что называется генитализацией либина, то есть перемещением этой энергии уже в область гениталий. И отсюда название этой стадии или этой фазы развития фаллическая фаза. Здесь основное. основное это идентификация собственного я с фаллосом. А что это означает? Вот представим себе сначала таких личностей. Личностей с фаллическими фиксациями. Что означает идентификация я с фаллосом? Это означает, что это люди, которые в буквальном смысле втыкают себя в реальности. То есть это люди пробивные. Это люди, которые не будут структурировать вокруг себя мирок и в нем крутиться, как лицессиональными фиксациями. А это люди, которые стремятся к достижениям. Это люди, которые действительно достигают каких-то результатов существенных. И в качестве примера это проявляется например в отношении к деньгам. Вот смотрите. Если я сказал оральный тип или оральные механизмы, растратит все, не поймет, что было. Анальные механизмы. Что вы думаете будет происходить? Бережливость, упрямство, скупость. Нужно контролировать. Значит нужно и деньги тоже контролировать. А это значит, что он их будет копить. Он их будет копить и так просто вам не даст. Это скупердиаи. Лица профессиональными фиксациями могут оказываться скупердиаи. А здесь что происходит? Деньги для чего нужны? Чтобы показать, какой я крутой, чтобы показать, какой я большой, чтобы показать, как меня много, чтобы показать свои нефтяные вышки, которые напрямую являются фаллическими символами и так далее. Или какой у меня мерседес, какой марки и прочее. То есть это люди, которые стремятся быть крутыми и стремятся не просто показать свою крутость, но и вторгнуться в реальность и действительно как-то даже ее тем самым разрушить эту реальность или переструктурировать под себя. Значит, я повторяю, оральная несобранность, анальные циклы, и фаллическая векторность, то есть предание вектора, возникновение некоторого вектора, который уже организует деятельность и там совсем другой характер будет. Это спортсмены, это какие-то политики, если это больные, то это могут быть параноики, то есть люди, которые носятся со своими сверхценными идеями или даже бредовыми идеями, люди, которые очень мощно и жестко противопоставляют себя по отношению к миру, противопоставляют себя по отношению к реальности, воюют с ней или в то же время испытывают какой-то страх, страх наказания за такой способ взаимодействия с реальностью. и вот здесь внимание, я сказал очень важную фразу, я сказал страх наказания, дело в том, что сама по себе фаллическая фаза или вот эта некоторая идентификация я с фаллосом, или вот это все-таки ну скажем так, только начало генитализации либидо, потому что первоначально первоначально это служит вот эти механизмы, фаллические механизмы служат скорее для укропнения себя, вот укропнения субъекта, а не для того, чтобы каким-то образом взаимодействовать с объектами мира, то есть первоначально фаллическая фаза является тоже аутоэротической, она тоже направлена на себя, как и предыдущие фазы, но она перерастает или переходит или как бы подготавляет почву, вот она переходит в стадию или фазу эдипового конфликта, и мы эти фазы, вот фаллическую и эдиповую фазу, мы их не различаем, все это может практически одновременно происходить в период где-то примерно с трех до пяти или шести лет, фаза эдипового конфликта, а эдипов конфликт, я напоминаю, эдипов конфликт в психоанализе, что это такое? это формирование страха кастрации, то есть страха наказания, я не случайно сказал наказание, страха наказания за что? За инцестуозное влечение. Почему? Потому что вот так началась генитализация лебида, а дальше мы вспоминаем историю эдипа, Фрейд не случайно эту фазу эдиповый назвал, мы вспоминаем историю царя эдипа, который убил своего отца и потом сожительствовал со своей матерью, правда, эдип этого не знал, он, когда все это делал, он этого не знал и более того, его же пытались от этого предостеречь всяческими средствами и он же был отлучен наоборот, специально для того, чтобы это не произошло, для того, чтобы пророчество не сбылось, он был отлучен от родителей и тем не менее это однажды произошло. Так вот, как раз Фрейд и эту метафору уже стал использовать для описания данной фазы, значит, я напоминаю, что мы говорим о фаллической стадии, которая как бы перерастает в этот самый эдипов конфликт, заключающийся в том, что либидо оказывается не просто генитализованным, а оно уже начинает быть направленным на объект. На какой объект? Кем овладеть? Матерью овладеть, естественно. Овладеть матерью. И отсюда, отсюда то самое детское инцестуозное желание, за которое потом может наступить наказание. И страх этого наказания является страхом кастрацией. У мальчиков это страх лишиться фаллоса в прямом смысле. Но на самом деле это может проявляться, если мы говорим о уже каких-то фиксациях, это может проявляться в самых разных ситуациях. И мы должны понимать, что это только метафора, хотя метафора достаточно красивая. У девочек это зависть. Согласно традиционному психоанализу, у девочек это зависть к тому, что у мальчиков есть, а у них нет. И наоборот стремление к отцу. Вот то, что характерно для эдиповой фазы. И отсюда вытекают особенности уже неврозов, которые связаны или каких-то даже более легких расстройств, которые связаны с проблемами прохождения данной фазы. Я повторяю, речь идет о фаллической фазе и фазе эдиповой конфликта. Есть достаточно характерные неврозы. В первую очередь это истерический невроз. Истерический невроз. Что это такое? Ну, как наверное уже понятно, основная проблема истерика это проблема наказания за инцестозные влечения. Значит, мальчик к матери, девочка к отцу. И вместе с тем, поскольку эта проблема уже была связана с той фазой развития, на которой энергия либидо генитализована в какой-то степени, то это означает, что и проявлениями истерического невроза или шире истерического характера будут в основном какие-то виды так называемого, ну, это можно сказать так, псевдосексуального поведения. Значит, истерички, если это женщины, а в основном это женщины, истерички избыточно сексуально выглядят и избыточно сексуально себя ведут. Значит, они как бы пытаются себя показать или они очень демонстративны всегда. Ну, например, мы можем представить девушку с рыжими волосами, там, с огромным бантом на голове, который еще громко смеется, особенно в чем-либо присутствии, то есть, которая привлекает к себе внимание и не может без этого внимания обходиться. Если ее лишить внимания, то она может выдать даже истерику. Истерики это те, кто закатывает истерики. Вот. Вот демонстративность, показательность, а на самом деле, на самом деле это их сексуальность, они все сексуализируют, они все как бы через какой-то флирт показывают, демонстрируют, но эта их сексуальность на самом деле мнимая, потому что истерички это отнюдь не те женщины, которые являются сексуальными в таком хорошем смысле этого слова. Как говорят психоаналитики, основное желание истерички соблазнить, но убежать при этом тоже. Почему это происходит и с чем это связано? Дело в том, что это связано с поиском объекта, объекта того самого невротического желания, а объект этот остался в детстве, потому что это объект, который, я повторю, тот самый объект, к которому влечение запрещено, оно вытеснено, он остался где-то в бессознательном и это значит, что в реальной жизни этого объекта нет, а раз в реальной жизни этого объекта нет, то истеричка будет менять мужчин. Она же нигде этого мужчину не найдет, потому что это всегда не тот объект. А раз это не тот объект, то все мужики сволочи и так далее. Типичное проявление истерического характера, если мы говорим о женщинах. Но у мужчин это тоже, в общем-то, бывает, хотя, возможно, несколько реже, проявление истерического характера. И связано это, в общем-то, тоже с теми же механизмами, то есть механизмом вытеснения инцидуозного желания. Но у истериков мужчин это тоже будет проявляться в виде демонстративности, показательности и прочее, прочее, в какой-то чрезмерной яркости. При том, что есть такая общая характеристика истериков. Истерики — это те люди, которые стремятся казаться больше, чем они есть. Вот в этом проявляется что? В этом проявляется, на самом деле, ну, что ли, фалическая фиксация. Хотя я повторю, или еще раз это вот так заострю, что сами по себе фалические фиксации не ведут к истерическому неврозу, потому что должна произойти дальнейшая генитализация и должно возникнуть отношение к объекту, да, то есть к объекту инцеста возможного, да. Вот, значит, на фалической стадии сидит и развивается на ней вот фаза эдипового конфликта. Вот тогда все это становится возможным. Вот. Тем не менее, тем не менее, тем не менее, и мужчины вот с таким характером действительно могут быть очень демонстративными, показательными, и это отличает их от мужчин с чисто фалическими фиксациями без примеси истерии. Почему? Потому что вот те будут, ну, скорее спортсменами, да, он тоже себя показывает, он качает мышцы и прочее, прочее, или скорее какими-то там политиками известными, да, вот с фалическими такими явными фиксациями, или, допустим, бизнесменами, у которых много денег, но не потому что они их копят, да, копят кто? Анальный характер, вот кто копит, а потому что им важно быть крутыми, большими, да. Вот. Я большой, я фалос, да. Вот. А здесь, если все-таки преобладают уже истерические механизмы, связанные со страхами кастрации и с механизмами вытеснения, да, то этого может не быть. Может не быть вот такой крутизны, которая, допустим, проявляется даже во внешности или в телосложении, такое атлетическое телосложение свойственно для мужчин с фалическими фиксациями. Но, кстати говоря, и для женщин тоже. Если там будут фалические фиксации, у них тоже это может быть, как ни странно, да, вот, то такие женщины тоже будут иметь некоторое атлетическое сложение, часто будут склонны к гомосексуализму и так далее. Вот так вот. А если все-таки тут преобладают эти самые истерические черты, да, связанные с комплексом кастрации, то здесь на первый план будет выходить демонстративность какая-то, если это мужчина, то какая-то, допустим, даже женственность его движений, ну, какая-то чрезмерная яркость, броскость и прочее-прочее. Вот это может говорить нам о том, что перед нами такой выраженный истерик.